Эй, всем привет, с вами канал ВайтАрт и я сегодня хотел бы тебе рассказать про интересный бесплатный видеоредактор на компьютере, самое ключевое слово бесплатный, в общем устраивайся поудобнее, а мы начинаем. И да, я снова свои охрененные футболки. Как вы могли понять из названия видеоролика, речь сегодня пойдет о программе, которая называется КэпКат. Находится она в магазине Майкрософт Стор. Вот так набираем КэпКат, вот страничка магазина. Она абсолютно бесплатная и что самое приятное, со вторым обновлением был добавлен русский язык. Вот такая менюшка нас встречает, когда мы открываем программу КэпКат. Как видите, это у нас уже заготовленный проект, над которым я немножечко работаю, но мы сейчас сначала посмотрим весь визуал этой программы, весь интерфейс и так далее. Но прежде чем мы будем заходить, вам необходимо, вот здесь будет у вас надпись вход, необходимо будет войти в ваш какой-нибудь аккаунт. Можно войти с помощью аккаунта гугла. Я это сделал и после того, как я вошел, я смог убрать водяной знак. Водяной знак нам не нужен. Это очень хорошо, что водяной знак убирается только с помощью подключения аккаунта. Вот такой вот интерфейс нас с вами встречает, дорогие друзья. Здесь у нас медиафайлы, здесь есть различная библиотека уже готовых каких-то эффектов. И также вы можете с устройства запихнуть туда какие-нибудь различные видеофайлы, с которыми вы хотите и собираетесь работать. Следующая вкладка – это звук. Здесь большая достаточно библиотека звуков, которые вы можете подложить под ваше видео. Дальше текст. Текст простой, текст с эффектами. Очень много всяких различных эффектов, которые надо скачать просто и поставить на текст. Выглядит это все прекрасно и красиво и прикольно. Не нужно заморачиваться, например, с фотошопом или еще чем-нибудь. Следующее – это стикеры. Здесь у нас представлены различные анимированные стикеры, обычные стикеры. И я думаю, этого вполне будет достаточно для того, чтобы сделать какой-нибудь мини-клип на какую-нибудь песню. Да, вот если вы любительским занимаетесь песнопением, пожалуйста, в этой программе можно еще сделать какой-нибудь интересный клип. Дальше эффекты для видео. Мы их чуть-чуть попозже посмотрим уже на конкретном примере, что, как работает. Ну, некоторые из них. Различные переходы между видео. И также фильтры на видео, типа сепия, черно-белый и так далее. Также есть такая штука, как корректировка. Это как корректирующий слой. Вы накладываете на всю видеодорожку. Здесь вы можете немножко подредактировать цвет вашего видео. Насыщенность, тональность, резкость, контрастность, осветлить или затемнить немножечко ваше видео. Короче, обычная цветокоррекция. Итак, вот вы открыли. Загнали сюда какие-то видеофайлы. И, что самое главное, нужно вам понять, в каком формате у вас записано видео, а именно с какой частотой кадров вы работаете. Например, у меня Asus ROG Phone 6 записывает 4К 60 кадров в секунду. Поэтому я захожу вот сюда, изменить подробности и делаю 60 кадров в секунду. У меня программа делает смену частоты кадров и всё. Теперь я могу работать в 60 кадров. Ну и в зависимости от того, 4К, 2К, Full HD, HD и так далее. Основное мы по функционалу посмотрели. Теперь давайте зайдём уже в готовый проект, в котором будут у нас видеозаписи добавлены. И начнём мы, пожалуй, с того, что рассмотрим какие-нибудь эффекты. Так, здесь у нас получился не очень ракурс. Вот такой ракурс. А первое, что мне очень нравится в этой программе, здесь есть возможность убрать фон без использования хромакея. Я уже в шортсе это рассказывал, но давайте ещё раз быстренько посмотрим. Нажимаем видеофайл. И у нас открывается вот здесь в правом углу вот такая панелька. Мы заходим в вырезка. Теперь это уже всё по-русски. Есть хромакея, если у вас зелёный фон сзади. И автовырезание. Чем более однотонный будет у вас фон и контрастная у вас будет одежда надета, тем лучше эта программа будет вырезать вас от фона. В зависимости от того, насколько у вас мощная машина, на которой вы работаете, будет вырезаться и обрабатываться ваш видеофайл. Например, у меня сейчас ещё запущен OBS Studio, чтобы показывать вам экран. И также ещё запущена программа, соответственно, немножечко она чуть дольше делает и думает. Но если у вас будет всё выключено и программа будет работать непосредственно только вот CapCut, то вполне достаточно быстро и нормально вырезается фон из вашего видео. Соответственно, ну здесь как-то получить какое-то крутое видеофайл у вас не получится, потому что здесь нету работы с 3D. Но зато на каком-нибудь 2D, чтобы заменить фон, вполне себе получится это сделать. И вот, пожалуйста, автовырезание. У нас отключился фон. Пожалуйста, вот мы говорим. И сделала эта программа достаточно неплохо. Единственный минус то, что вот где у нас очки, ещё виднеется задний фон обоев. Но так как очки прикреплены к нам, поэтому он их не вырезал. Единственное, что плохо в этой программе, то есть он не вырезает какие-то детали ещё непосредственно с вами. Например, если вы сидите на стуле, он вырежет только вас. У вас заднего фона, стула этого всего не будет. То есть останетесь в кадре только вы. Всё, что у вас будет сзади, всё программа вырезает. С одной стороны это хорошо, и с другой стороны это и плохо. Например, в программе NVIDIA Broadcast позволяется остаться на стуле, если у вас такой большой геймерский стул, да, и вы за ним сидите, то стул остаётся вместе с вами. А убирается только задний фон комнаты, или что у вас там, там мусор, может быть ещё что-то, не знаю. Вот, здесь он вырезает вас полностью. Так, теперь мы давайте пройдёмся звук. Звук тут не будем делать, потому что обычная музыка и ещё какие-то там звуковые эффекты, это нам неинтересно. Текст. Добавляем сюда текст. В видео текст по умолчанию, вот здесь мы его будем изменять, например, напишем по-английски какое-то говно, напишем. Привет напишем мы с вами. Опс, опс, всё. Дальше мы набираем эффекты. Короче, неправильно я сделал. Привет, да, почему мы не можем... Вот так, короче, загружаем и делаем текст по умолчанию, и здесь мы делаем привет. И у вас используется цвет и стиль, который вот подзагружен. Шрифт, шрифты у вас вот доступны любые. Но хочу сказать, что если вы напишите на английском языке, то к английскому языку он нормально приделся. Здесь вот видите, это мои шрифты, а также можно загрузить шрифты. Но, естественно, все эти шрифты работают только с английскими буквами, с русскими не работает нифига. Вот это всё моё. Все вот эти мои шрифты, которые вы добавляете в систему, у вас будут, а также скачаны в этой непосредственно программе. Вот всякие разнообразные эффекты. Текстовая анимация, допустим, добавляем сюда. Сейчас, какой-нибудь интересный. Давай вот эту. Загружаем, добавляем сюда. Опс, параграф 1. Бест. 5 бест. Например, пишем... Эм, ну что ты пишешь? White Art Presence. Всё. Всё. И... Опа! White Art Presence у вас появляется на экране вот такая анимированная штука. Прикольно, прикольно. Я считаю, что, во-первых, это клёво, это круто, а самое главное, это быстро. Вам не нужно заморачиваться с какими-то точками ключевыми, с анимацией. У вас уже есть готовый пресет, вы его включаете и модернизируете. Со стикерами, как бы, ну, чуть похуже, их нельзя изменить. Вот то, что у вас есть, то и есть. Что тут есть интересного? Ну, допустим, вот стикер 1, 2, 3, да, вот он у вас будет. Вот у вас идёт, например, видео, вы что-то рассказываете, говорите, опс, такой анимированный стикер. А также отслеживание, допустим. Можно отслеживать, а вот начать всё. Отслеживание, вот, разобрались. Вместе с вами, дорогие друзья, мы разобрались. И вон уже видно, отслеживание идёт. Такая же фишка есть у нас в программе под названием After Effects, там тоже есть вот такое отслеживание. И, пожалуйста, вы будете вместе с видео передвигать какой-нибудь объект. Например, молнию или ещё какой-нибудь стикер, текст, например, какой-то. На самом деле, интересно. Дальше идём в эффекты. Что у нас здесь есть? Вот такие сердечки у нас есть. Допустим, накладываем такой эффект. Ну, не совсем прям видно вот этот ореол, но слегка его видно. Так же, как убрать этот эффект. Нажимаем сюда, опс, и убираем. Что тут есть поинтереснее? Например, молнии есть. Много чего здесь интересного есть в этих эффектах. Так же есть вот такие эффекты. Всякие суперпозиции. То есть у вас вот так накладываем, опс, и у вас будут вот так вместе с вашим видео передвигаться вот такие красные глаза неоновые. Очень много эффектов. Мне вот это ещё нравится, надпись над головой, и она как бы тоже делает отслеживание вас. И не нужно ничего выбирать. То есть вы просто накладываете, а программа автоматически всё это делает. Переходы. Давайте, переходы, опс. Такой вот переходик какой-то, опс, и у вас перешёл видео. Во-первых, красиво, качественно. Во-вторых, быстро. Здесь очень много вот этих вот различных переходов, которые мне очень нравятся. Тут всякие там аниме есть вот такие вот. Всякие там взрывчики, ещё какой-то. А фильтры, пожалуйста. Например, фильтр вот этот. Гурман. Опс. У вас вот такая вот цветокоррекция получилась. Всё. Прикольно. Теперь улучшение видео, да. Есть здесь лицо. Отслеживать ваше лицо. И вот так вот сглаживает, убирает всякие неровности, прыщи. Делает белоснежные зубы. Красоту лица можно сделать, да. Вот тут макияж можно сделать, если вы девушка, да, например. О, господи, как это отвратительно выглядит. Вручную тут можно вот всякие там размеры, кисти, вот подредактировать ваше, да. Ой, что-то у меня лицо как-то поехало. Ну вот во всяком случае, то есть в видео можно нахреначить себе красивое тело, красивое лицо, белоснежные зубы и так далее. Это всё улучшение. Дальше здесь основное. Здесь можно вырезать фон, улучшать размер, масштабы. Ну это вот двигать как-то ваше изображение, маска. Например, вот так вот разделить ваше видео быстро и качественно. Например, в Premiere Pro я там что-то двигаю, обрезаю, а здесь опс, сразу такой опс и выделил. Единственное, нет вот такого, как вот если вы снимаете игрушки, да, чтобы вот на два экрана было. То есть не горизонтально, а вот вертикально. Хотя, хотя вот так вот перемещаем на 90 градусов и у вас вот, вот так вот получается. Дальше выбираем видео, маска, улучшение. Ну это вот я показал. Также здесь есть работа со звуком, но вот единственное, что мне не нравится в этой программе, это ограниченная возможность работы со звуком. То есть здесь можно только сделать громкость, затемнение, осветление. Это, наверное, приглушить. Вот в начале, типа вот он будет плавно подниматься и в конце плавно опускаться, плавно уменьшать громкость. Также здесь есть шумоподавление, но так как у меня достаточно неплохой микрофон, вот этот вот микрофон Fifine, он записывает хорошо, мне шумоподавление в записях не нужно. Единственное, что здесь мне не нравится, нету возможности пользоваться сторонними плагинами. Мне очень нравится плагин Breath Control, и я им пользуюсь уже на постоянную, чтобы не вырезать вдохи. Мне, например, не нравится, когда я вот так вот, и вот это вот обработанное всё вот в ваши уши вот так вот влетает. Я люблю, когда этого нету, когда вот чистая запись, только голос и больше ничего. Также здесь есть всякие голосовые эффекты, эхо, лайфай, мегафон, бас, высокие, низкие частоты. Ну, то есть, стандартные такие эффектики, типа, изменить как-то ваш голос. Дальше у нас есть скорость, это увеличить скорость вашего видео, или наоборот сделать более slow-mo. Анимации, то есть, вот, как у вас видео будет сюда входить, и как оно будет впоследствии, например, может быть, как-то, например, вот так вот сейчас. А, ну это он в конце что-то сделал. Ну, вывод, да, и вот комбо. Здесь вот можно на весь видос сделать, вот так вы будете ездить, да, например, целое видео. Ну, вот он, дальше его вот длительность можно выставить. Быстро, много, сколько вы будете тут двигаться, да, вот так вот как-то будет. И вывод, вывод, это то, что вот как видео у вас будет уходить из кадра. Корректировка, это я уже рассказывал, здесь цветокоррекция вашего видео. Например, опс, красный, насыщенный, яркость. Хотя, почему ты не прибавляешь яркость? По разным цветам, да, можно сделать кривые. Хоп, засвет, темнее. И основное. Температуру сделать другую, сделать такую фиолетовую, насыщенность прибавить. Короче, максимально возможно улучшить ваше видео. Ну, что, обо всем мы с вами, в принципе, я думаю, поговорили. В этой программе не так много всего, конечно, сделано, но сделано достаточно много. Да, кстати, здесь вот есть вот эта штучка. Вы можете спокойно записать какой-нибудь закадровый голос. Также есть вот эта вот штучка, это магнит. Сейчас вот если мы уберем, например, вот этот кадр. У нас все дорожки, которые идут уже после этого, придвинутся к предыдущей дорожке. А если мы ее отключим, то убрав ее, у нас останется вот такой пробел. Как-то так. Вот это у нас автоматическое склеивание, можно отключить, чтобы она не склеивалась. Это у нас магнит, это у нас ось предпросмотра. Также у нас здесь есть возможность включить вот этот вот ползунок громкости, если вам здесь не видно, как работает ваш звук. Здесь у вас можно поменять соотношение сторон, сделать 16 на 9, 4 на 3 сделать. Можно сделать вообще... Не туда нажал. Здесь можно сделать вообще 9 на 16 вертикальное видео, как многие уже пользуются, шорсы всякие, да, вот эти популярные. Ну и в принципе все. Вот такой функционал. Я считаю, эта программа достойна уважения. Здесь вполне себе можно сделать отличный классный видос. Также удалить фон, сделать привязку какого-нибудь объекта, например, к руке, чтобы у вас текст, например, вот так вот вы делаете рукой, вводите и у вас рядом какой-то текст с вами ездит. Прикольно-прикольно. Такая штука делается только в After Effects. Например, в Premiere Pro этого нет. В Вегасе 13-го года, да, там вот эта самая древняя, тоже этого нет. Новую версию я не тестировал. А здесь все это есть. И самое главное, это все бесплатно. В принципе, по всему функционалу мы здесь пробежались. Больше здесь особо нечего посмотреть. Все достаточно просто, достаточно классно. И что? Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Ставьте большой палец вверх и не болейте. И до скорых встреч в новых видео, стримах и так далее. А, и после того, как вы завершаете видео, делаете экспорт, выбираете формат, в котором вы хотите, выбираете туда, куда вы хотите. Битрейт я оставляю как есть. Частоту кадров я выставляю по своему смартфону, на который снимал. Обложки у нас нету здесь. Включая экспорт звук у вас с видео, также экспортируется ваш звук. И все, кодирование с помощью Invenco AV и H24 процессор. Видеокарта. И просто, чтобы сделать более экономичное видео. Ну все, дорогие друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok